И поехали! Начинаем с первой ошибки. Проверьте, что вы подписаны на наш канал. Если нет, то сделайте это сейчас. Как говорят американцы, put on your thinking caps. Или оденьте ваши думающие шапочки. Мы начинаем. Первая ошибка. Неправильное использование множественно-единичного числа. Вот вам пример. Здесь нужно ваше голосование. Как будет правильно? Пожалуйста, проголосуйте. Главная тема это предложение everyone. Поэтому правильно будет сказать Слово people стоит рядом с глаголом need. Поэтому это может подтолкнуть вас на ошибку. На самом деле, people просто дополнительная информация и он не влияет на глагол. Поэтому Вот вам пример. Люди нуждаются в тебе. Люди нуждаются во мне. В этом случае, в этом примере главная тема продолжения people. Поэтому need без s. Следующая проблема. Аммофоны. Аммофоны это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-другому. Вот вам пример. Что я говорю? I would have gone to the party if I had time. Что я сказал? Как правильно? Если то, что вы написали, проверяет какой-то арфа-чекист, то таких ошибок у него просто взорвутся мозги. Вот вам пример. Слово affect, влиять. И слово effect, или влияние. There Их There Там They are Они Очень часто путаются эти слова, особенно в письменном виде. Еще одна очень популярная ошибка. Your Твой Или You are Также очень часто путаются слова of и have. Как, например, это было в первом примере. Так, правильный ответ. I would have gone to the party if I had time. I would have. I would have. Следующая ошибка. Это неправильное использование или путаница между прилагательными и наречиями. Наречие используется, когда мы описываем какое-то действие. Прилагательное описывает какую-то вещь. Будьте осторожны и хорошо разбирайтесь в прилагательных и наречиях. Особенно это важно в деловой сфере. Не допускайте таких ошибок на интервью, когда устраиваетесь на работу. Иначе вы будете звучать как детям или как необразованы. Вот вам вопрос. Как будет правильно? He sang really good? Или he sang really well? Проголосуйте, пожалуйста. Как правильно? Good или well? На самом деле будет правильно сказать he sang really well. Так как здесь описывается то, как он пел, мы используем наречие well. Вот вам еще один пример. I feel very badly about that. Здесь неправильно. Badly это наречие. Здесь нужно использовать прилагательное. Сейчас мы посмотрели на два примера. Итак, чтобы повторить, he sang really well. Так как здесь описывается действие, мы используем наречие. Второй пример, используется прилагательное, так как мы описываем вещь или чувство. Посмотрите на неправильный пример. Я считаю, ты очень хорошо увернулась. А сейчас правильный пример. Something very bad happened. Произошло что-то ужасное. Неправильное использование глагола lie – лежать и lay – класть. Глагол lie – непереходной глагол, то есть он используется без объекта. Вот, например, let's lie on the bed. Так как здесь нету объекта, речь не идет о ком-то конкретно. Используется глагол lie, который непереходной. С глаголом lay наоборот, всегда используется с предметом. Например, let's lay the laundry on the bed. Речь идет о чистом белье, о предмете, о предмете, который мы кладем на кровать. Поэтому мы используем глагол lay. Класть – мы кладем в предмет. Было бы неправильно сказать let's lay on the bed, так как здесь нет объекта. Сейчас вы скажете, что все это слишком сложно. На данный момент мы даем только теорию. Вы можете ограничиться этим, а можете оставить заявку на нашем сайте English Show и разобрать эти и другие темы с преподавателем. Просто скажите на первом уроке, зачем вы учите английский, и мы построим все обучение специально для вас. По ссылке в описании первый урок бесплатно. Переходите и записывайтесь на него, а мы продолжаем. Неправильное использование слова few и слова less. Когда использовать какое слово? Слово few или fewer мы используем, когда можем что-то посчитать. Слово less используем, когда не можем посчитать. Вот вам пример. I eat less cookies than I used to будет неправильно. Так как печеньки можно посчитать, мы говорим I eat fewer cookies than I used to. Вот вам еще один пример. I use less electricity than I used to. Я использую меньше электричества, чем раньше. Так как мы не можем посчитать электричество, мы используем слово less. Неправильное использование слова literally. Первое, о чем мы поговорим, это о том, как правильно произносить это слово. Я говорю literally. Так говорят большинство американцев. На самом деле, если читать его правильно, то оно произносится literally. Но и так, и так правильно. Поэтому, если слышите его как literally, или как literally, и то, и то приемлемо. Вторая ошибка кроется в том, как его используют. Вот вам пример. Literally переводится как буквально. То есть, если вы говорите, что she literally has thousands of shoes, у нее буквально тысячи пар обуви. То есть, если вы придете к ней домой и посчитаете обувь, у нее будет не десять и не сотни, у нее будет буквально тысячи пар обуви. Это правильное использование этого слова. Второй пример. This guy is literally a monster. Если он буквально не монстр, с большой челюстью, то тогда это неправильное использование этого слова. Напишите, правда, в комментариях, какие ошибки допускаете вы. Также у меня к вам особая просьба. Я недавно уехал из Америки и хотел бы узнать, есть ли похожие ошибки в русском языке. Если есть, напишите, я почистаю, будет мне очень интересно. Вполне возможно, что я допускаю именно такие ошибки. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы готовим для вас что-то очень интересное. С вами был Тони. Peace, I'm out. Peace, I'm out.